Наталья Седых неожиданно для себя стала известной после роли Настенька в сказке Морозко. Хотя на тот момент ей было всего 16 лет, это была ее вторая работа в кинематографе. Девушка полюбилась зрителям за свой милый скромный вид и необычный голос. Спустя много лет сказку по-прежнему можно увидеть в новогодние праздники по телевизору. Но что же стало с самой актрисой спустя столько лет? После того как фильм вышел на экраны, Наталье стали предлагать огромное количество ролей и все они были главными. Однако неожиданно для всех в конце 80-х годов Седых перестало сниматься в кино. Наталье никогда не нравилась медлительность на съемочных площадках, но последней каплей стал фильм «Любовь к трем апельсинам». Режиссер постоянно вносил изменения в сюжет, чем затягивал весь процесс и терпению актрисы пришел конец. Помимо актерской карьеры, Наталья была балериной и профессиональной фигуристкой. Семейная жизнь актрисы сложилась неудачно. Она вышла замуж за композитора Виктора Лебедева и родила ему сына, но спустя 10 лет их брак развалился. Основной причиной этому стало то, что супруги фактически жили в разных городах. Виктор работал в Петербурге, а Наталья в Москве. Хотя некоторые считают, что всему виной стала беспричинная ревность супруга. На данный момент актрисе уже 71 год. Последний раз ее можно было увидеть на больших экранах. В 2010 году она получила небольшую роль в фильме «Перемирие», который был удостоен награды на премии «Кинотавр». После этого Наталья не посещала никакие светские мероприятия. Она уже долгое время живет одна в своей столичной квартире. Сын уехал к отцу в Санкт-Петербург. А новую любовь Наталья за все это время так и не встретила. Актриса давно не общается с прессой. Поэтому о том, чем она сейчас занимается, известно довольно мало информации. Только в 2018 году она появилась в передаче Андрея Сахарова «Привет, Андрей!», которая была посвящена советским сказкам. Многие зрители с трудом смогли узнать Наталью, полюбившуюся им Настеньку. В отличие от многих звезд, актриса не проводила никаких пластических операций и выглядит точно на свой возраст. По словам самой Натали, она не желает обманывать время и хочет достойно принимать старость.